Это Пульс дня, мы продолжаем выпуск. На связи со мной журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя. Приветствую тебя, Артем, и наших слушателей, зрителей. Ну вот, минувшие выходные, два американских военных корабля вошли в Тайваньский пролив. И ты знаешь, у меня сразу вызывает это вопрос. Ну, понятно, что мы говорим о напряжении, напряженном отношении между Китаем и США. Понятно, там, на НСПО съездила на Тайвань, все это не радует Китай. Но зачем мы сейчас играем с огнем, я имею в виду Соединенные Штаты, зачем отправлять военные корабли туда, с какой вообще это целью? И, кроме того, вот в социальных сетях, в частности в Фейсбуке, ходит информация, понятно, что это на уровне слухов, но якобы, что Китай собирается атаковать Тайвань до 21 сентября этого года. Как ты считаешь, насколько это может быть правдой? Ну, я, честно говоря, сомневаюсь, у меня просто даже такого гад-филинга как бы нету, да, вот внутреннее, нутро как бы пока не чувствует того, что это может произойти. Но предупреждение про возможность нападения до 21 сентября было, в частности, разослано по имейлу неким таким вроде как правого толка таким обозревателем Диланом Дживайном, про которого я до этого ничего, честно говоря, не слышал. Вот, просто я получаю... Ты получал такую рассылку? А? Ты получал такую рассылку. Да, 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 и поэтому, собственно говоря, я уже не помню это, я получаю довольно много рассылок и от левых, и от правых организаций, в том числе вот с такими предупреждениями. Ну, знаешь, во-первых, ситуация с двумя кораблями мне немножко напомнила песню группы Агата Кристи, но забыли капитана двое военных корабля и не знают, что им делать, то ли плыть, то ли тонуть. Вот сейчас такая ситуация во многом для всех мировых держав, для Америки, для Китая, может, для России также. Мы не знаем, что нам делать, то ли плыть, то ли тонуть. Но два корабля, насколько я помню, были, понимаю, то есть были посланы в ответ на такие довольно агрессивные заявления и даже приготовления, которые происходят с китайской стороны, точнее КНР-овских, скажем так. Вот, то есть это как бы, поскольку вот Пелосис ездила, с одной стороны, на моральном уровне, на словесном уровне, это выглядело очень смело и мощно, что Америка напоминает, что она с Тайванем, с народом Тайваня, она его вроде как не бросит, да, но за делами должны, за словами, то есть должны следовать дела. И когда ты, говоря по-английски, опять же, put your money where your mouth is, да, как бы ставишь деньги туда же, куда ты ставишь свои слова, то это должно, по идее, ну, показывать, что ты можешь подкрепить слова делами. Между прочим, кстати, в 96-м году была похожая история, когда Билл Клинтон, которого упрекали, в том числе, что он чуть ли не китайский агент, что он очень мягко обращается с тогдашним китайским руководством, с его претензиями там на спорные острова и так далее, он тоже посылал американские корабли, и это, в общем-то, пыл китайцев тогда охладил. То есть это способ и поставить геополитического конкурента на место, это способ заработать очки дома, вот, показать какую-то свою дееспособность, поскольку, вообще-то, нынешнюю администрацию и ее главу обвиняют часто в том, что они синильны и недееспособны, вот, и несмотря на то, что есть некоторые социологические данные о том, что демократы могут как минимум отстоять, а то и расширить контроль за Сенатом, а может быть даже из-за палаты представителей, тем не менее, очень, как бы, и Байден, и его сторонники иногда пытаются представить дело так, что они работают довольно успешно, это все равно, как бы, людей убеждает не очень сильно. И иногда Байден выступает, как в недавней своей речи, с заявлениями, где он пытается, как бы, переложить волнение людей со своего перформанса как президента на перформанс оппонирующей партии, как чуть ли не угрозы демократии. Ну, вот, да, я хотел бы на этом остановиться. Во-первых, ты сказал о том, что когда-то Билл Клинтон отправил тоже корабли, и, в общем, это помогло сдержать Китай. Ты думаешь, сейчас вот эта ситуация в данном случае может сдержать Китай как-то? Может, но не обязательно, потому что, во-первых, Китай с тех пор стал больше и сильнее, и наглее, материковый коммунистический Китай. К тому же у Ши Чжин Кина, у его лидера ситуация, как бы, тоже поджимает. У него, я вот даже, кстати... Что может изменить, да, прости, пожалуйста, что я перебиваю, но что может изменить позицию Китая по отношению к Тайване? Что Соединенные Штаты могли бы предложить в этом случае Китаю, чтобы не накалять обстановку, чтобы Китай не атаковал Тайвань? Ты понимаешь, в чем дело? Вот иногда наступает момент, когда все мирные инициативы, все мирные способы договориться, там, с торговаться и так далее перестают работать. Я, конечно, очень не хочу, чтобы вдобавок к войне в Украине еще и началась война, скажем, межкитайская или еще и с привлечением Америки, или там еще каких-то держав, но бывают ситуации, когда вот язык компромисса перестает на какую-то из сторон действовать. Сейчас, может быть, как раз демонстрация способности Америки ответить силовым образом может больше отрезвить Китай, чем попытки их увещевать, что, ребята, вы же от нас зависите экономически, вы обрушите свою экономику. Если вы, скажем, например, нападете на Китай, еще и нас спровоцируете на какие-то действия. Понимаешь, мы же сторонники вполне официально идеи одного Китая. Мы не сторонники отделения Тайваня от Китая. Я лично всегда говорю, что я бы хотел видеть тайванизацию материкового Китая. Я бы хотел видеть материковый Китай, меняющийся в демократическую сторону и как бы в сторону Тайваня, но при этом, чтобы это оставалось единое государство. Другое дело, там вопрос Тибета, например, но это отдельная тема. Но мы как бы говорим, мы не сторонники, мы не собираемся расчленять китайскую державу. Мы хотим, чтобы она мирно, спокойно менялась в сторону большего уважения и к своим соседям, и к собственному населению, чтобы она дальше развивалась в экономическом отношении, при этом развивалась более честно, не воровала у нас технологии и так далее. Но нас не всегда слушают, понимаешь? И у Ши Чжинпина ситуация, когда у него собственные перевыборы на носу. Я, честно говоря, не помню. По-моему, дата съезда актива КПК до сих пор не назначена. Все говорят о том, что вроде бы на этом съезде он должен заручиться беспрецедентным третьим сроком в качестве главы Китая, фактически сделаться пожизненным инсеком. Но есть ощущение, что там много подводных камней на пути достижения им этого результата, потому что есть некоторое внутреннее недовольство, есть проблемы в китайской экономике, проблемы с тем, как справлялись и до сих пор справляются с ковидом, то, что изначально подавалось как победа, Ши Чжинпина и его режима обернулась большими проблемами. История Севергранды, которая потянула за собой несколько других банкротств на рынке недвижимости. И это все напрягает. И есть некое общее ощущение, куда дальше двигать страну под названием Китай. Когда ты имеешь такой режим, который стремится контролировать все, контролировать умы людей, не допускать никакой серьезной конкуренции реальной политической, то ты должен как-то что-то показывать своему народу, что ты куда-то движешься. В этом отношении Ши Чжинпин себя обнаруживает в ситуации, не очень-то отличающей от ситуации Путина. И это повод для определенного, как бы, ну, даже не беспокойства, а повод быть на чеку для нас. Потому что он может предпринять какие-то силовые действия, просто потому что других козырей перед собственным населением у него может не остаться. Такой режим, он, знаешь, как бы, он не допускает политической соревновательности, но он должен, все-таки он зиждется на идее, что его поддерживает народ. Если народ недоволен экономикой, недоволен локдаунами, да, как бы, то надо ему бросить какую-то другую курс, например, что мы вернули Тайвань в родную гавру. И в этой ситуации, опять же, аргументы там экономического какого-то или дипломатического толка могут не очень работать. А вот аргумент такой, что кулак против кулака, они скорее могут охладить соблазн и Ши Джинпина, и каких-то его товарищей по руководству Китая. Соблазн в том числе предпринять решительные меры для восстановления территориального единства китайского государства. Ты знаешь, еще для внутренней политики самого Китая очень интересно, мы не знаем подробностей, но вполне возможно, что это может подаваться, эта война не как война Китая с Тайванем, а война Китая с Соединенными Штатами, что делает Россия на своей территории, в своей пропаганде, я имею в виду. Ну, конечно, естественно, они воюют с мировым кабалом, который засел в Вашингтоне, скажем так, что Россия, что Китай, который якобы не дает им развиваться, хотя он им помогал развиваться десятки лет. Давай вернемся на минутку в Соединенные Штаты. Ты сказал о том, что также это может повлиять на внутренний рынок, на наш, я имею в виду, на избирательный процесс в ноябре. И, кстати, вот президент Соединенных Штатов Джо Байден перешел, можно сказать, к агрессивной такой агитации. Он начал называть республиканцев фашистами. И как ты думаешь, как далеко может зайти это все, я имею в виду, предвыборная агитация? Ну, вот я же начал об этом говорить, что, понимаешь, это очень рисковый подход, потому что, если мы вспомним, скажем, 2006 и 2008 годы, когда начались трудности у президента Буша. Сперва с Ираком, затем с экономикой. И вот риторика республиканцев тогдашняя о том, что отечество в опасности. Как говорил тогдашний спикер республиканской палаты представитель Денис Хестер, что мы, обшивка, которая защищает Америку от террористов, от внешнего мы, то есть республиканское большинство. Это республиканское большинство было пробито, а затем был потерян и Белый дом. Точно так же в 2020 году это не сработало, когда тот же президент Трамп и его сторонники, вместо того, чтобы говорить о том, как успешно они помогли разработать вакцин, как успешно работала экономика американская до начала пандемии ковида, вместо этого они начали говорить о том, что некие там анархисты хотят свалить и БЛМ хотят свалить замечательного, лучшего в мире президента и так далее. И это вместо того, чтобы мобилизовать право электората, оно скорее часть людей оттолкнуло. И если сейчас ты начинаешь, будучи демократом, точно так же прибегать к риторике, даже если, как бы, я знаешь, я сам считаю, что некоторые элементы в нынешней республиканской партии вызывают огромную тревогу. Некоторые из них действительно исповедуют взгляды на грани и российских, и иногда даже антисемитских, а некоторые просто только что не верят в то, что Луна сделана из сыра. Но, как бы, лучший способ выиграть выборы у этих людей доказать, что ты хорошо работаешь на благо американцев, что ты создаешь рабочие места, помогаешь сбить цены, делаешь страну сильной на международной арене. Вот, с этим почти всем у Байдена сейчас не очень хорошо. В прошлом году было получше, 7 миллионов рабочих мест создано, но это был, в общем-то, отскок от пандемии и пандемийных мер. И сколько здесь заслуги Байдена, тоже вопрос очень спорный. В этом году мы знаем, что происходит. Сейчас есть тревожные сигналы уже даже из рынка той же недвижимости американского, что рынок жилья довольно сильно, как бы, начинали от охлаждаться. Это очень не кстати для администрации, кстати говоря, поскольку, если к другим тревогам и по поводу цен, по поводу дефицитов, добавится еще и очередной мелдаун, вроде того, который начался в седьмом году в свое время. Но опять же, мы помним, что это сделало с президентством Джорджа Буша-младшего. Поэтому, я не знаю, понимаешь, это может мобилизовать крайне левые электора, условно, Берни Сандерс, вот таких людей, там, сквад и так далее. Но это также может оттолкнуть центр избирателей, который скажет, ребята, не нагнетяйте обстановку, не надо, хватит обзывать друг друга коммунистами, фашистами и так далее. И вкупе, кстати, с инициативами, вроде, скажем, попытки восстановления ядерной сделки с Ираном, которая непонятно, что дает стране, и которая снова заставит Америку выглядеть слабо и податливо на международной арене. Я не знаю, сколько это очков может выиграть президенту Байдену. Мы вообще видим довольно такую шизофреничную внешнюю политику, когда мы посылаем корабли навстречу более крупному, казалось бы, противнику в виде Китая, но при этом мы, ну, только что не присмыкаемся открыто перед Ираном. И когда мы вроде противостоим России в Украине, и при этом договариваемся с Россией по ядерному вопросу и пользуемся российским посредничеством в том же иранском деле. Как понять такой подход, я, например, толком не знаю. Алекс, спасибо тебе большое за то, что нашел время и присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсон. Таким был этот день. Как его увидели мы в редакции программы сразу после Юрия Ростова моя коллега Наталья Быстрицкая с Паскриптумом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова